Книга Бытие, 26 глава, 34-й и 35-й стихи. И был Исаф сорока лет, и взял себе в жены Егудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. И 27-я глава, последний 46-й стих. И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей Хитийских. Если Иаков возьмет жену из дочерей Хитийской, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? Братья и сестры, когда мы касаемся женитьбы Ревеки Исаака, Библия придает нам уникальную историю взаимоотношений двух людей. 24-я книга Бытие, когда девушка Ревека согласилась пойти замуж за человека, которого она никогда в жизни не видела. Глаза. Не было возможности. Пошла, поверил слова раба, слуги, который пришел, рассказал, принес подарки и согласилась соединить свою жизнь навсегда. Когда мы обращаемся к истории этой пары, и один из сыновей мы встречаем, видим совершенно другую картину. Женитьба, которая привела к страданиям, к разочарованиям, и мама говорит, если и второй сын так поступит, то для чего мне и жить? Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, сегодня у нас молодежное служение. Я бы хотел посвятить сегодня этот вечер одной очень важной теме, которая очень важна для родителей и для наших молодых людей. Это тема библейское формирование отношений между молодыми людьми, между девушками и парнями, между молодыми братьями и сестрами. Библейское формирование отношений. Согласитесь, что это очень важно сегодня. От отношений между молодыми людьми, я говорю, категории церкви, в границах церкви, о христианах. Очень важно дальнейшая жизнь. Что родители могут сказать? Будет это благословением, либо это будет переживанием, страданием, молитвами, слезами. Кто виноват в семье, друзья? Мы когда смотрим Исаака и Ревеки, что случилось? Что-то родители не могли наставить сына Исаава. Что-то не сказали достаточно 40 лет. Мы понимаем, на то время это было нормальный, приемлемый для культуры народа этого время возраст жениться. Не потому, что засиделся. Это было так принято. Но что повлияло на формирование? Представляете, наверное, сыновья когда-то спрашивали, мама с папой, расскажите, а как вы женились? Молодежь, вы спрашивали у родителей ваших иногда, а как вы женились? Правда, интересная история. В каждом она по-разному. И когда дети слушали, два сына подросших слушали, когда мама говорит, я твою папу в глаза не видела. Пришел слуга, Авраам послал, принес подарки мне. И рассказывают эту удивительную историю из книг «Бытие» 24 глава. Братья и сестры, мы все восторгаемся, правда? Что повлияло? Как могла согласиться? Задают вопрос, просили, собрали консилиум, пойдешь ли? Пойду. И пошла. И Бог благословил этот брак. И сыновья, наверное, удивлялись, задавали вопрос. Возникает вопрос, почему же у детей так не произошло? Я говорю о сыне Исааве. Неправильный выбор. Да и в дальнейшем, когда смотрим немножко на Исаака, женитьбу, его вот это странствование, его переживание. Семь лет работал за одну, оказалось, что предложили другую, в том семь лет снова тяжелой работы. Ну, нельзя сказать, что идеальный вариант, правда? Братья и сестры, когда мы говорим о формировании отношений между молодыми людьми, мы должны понимать, что сегодня мир тратит колоссальные средства для того, чтобы сформировать определенное мировоззрение, философию, отношения между молодыми людьми. Интернет, средства массовой информацией, различные видео, телефильмы, кинофильмы, косметика, музыка, абсолютно все, мода. Колоссальный ресурс и ресурс миллиардов долларов тратится для того, чтобы у молодых людей сформировалось отношение. И какое? Легкомысленное отношение. Живи от жизни все. Мы живем в городе, в котором есть колледж, где учатся десятки тысяч молодых людей. И братья, которые чуть ближе, может быть, связаны, водители автобуса, или, может быть, как-то живут по работе, или даже так приводят такие вот информации, рассказывают вот о той жизни вечером, что происходит на улицах, в апартментах, когда молодые люди отдыхают, проводят время. Что повлияло на формирование, что так нужно себя вести, так нужно знакомиться, так нужно проводить время, так нужно создавать семью. Много лет назад я работал с одним молодым человеком. У нас достаточно хорошие были отношения. Я знаю, что он работал, а его девушка, его girlfriend, она работала, училась в Пент-стейте. И я задал ему вопрос как-то, Ганс, почему вам не пожениться? Вы, наверное, планируете создать семью? Он так удивился, говорит, зачем? Мы не хотим брать на себя такую ответственность. Мы хотим быть свободными людьми. Тогда, когда мы нададим друг другу, или мы почему-то поссоримся, или еще что-то, мы просто спокойно разойдемся и разъедемся. И у нас будет снова своя жизнь. Несколько лет назад в нашей церкви был один брат, который мы пригласили на конференцию, молодежную конференцию. У нас был один день, понедельник немного свободный, перед его уездом. Я тоже поехал, показал ему наш город, наш калыч. И он говорит, что я тоже живу в городе, где есть поменьше, конечно, высшее учебное заведение. И наша церковь есть, и молодежь там учится. И в моей церкви, говорит, есть сестра, которая работает в небольшой клинике, которая находится недалеко от этого университета, учебного заведения. И поскольку коллектив небольшой, и медсестры, и доктора не делятся, и как-то доктора признали, что вы даже не представляете, какое огромное число молодых девушек приходит совершить аборт в клинику. Друзья, это результат, результат той духовной атаки, формирования на ум, на сердца, на образ мышления, на понимание, как жить в этом мире и как строить взаимоотношения друг с другом, с молодыми людьми. Тему моей проповеди я назвал «Почему настоящая любовь ждет?». Почему настоящая любовь ждет? Это название я позаимствовал из книги известного писателя, писателя Джош Макдауэлл. У него есть такая книга, которая так и называется «Почему настоящая любовь ждет?». Когда я читал эту книгу, мне обратил внимание на определенную статистику, которую автор использует. И статистика была позаимствована или взята от 1985-90-х годов. Согласитесь, мы сегодня имеем 2020 год, почти 30 лет, да, скажем так. И он приводит определенную статистику, которая шокирует, когда делали опрос среди молодых людей в одном колледже, подобном, как наш, может быть, колледж. И люди признавались, что они начали интимную жизнь в возрасте до 18 лет. И такое число было больше 60% 30 лет назад. То неудивительно, что происходит сегодня. Я еще раз подчеркиваю, что мир активно продвигает свою модель поведения, формирует вот эти взаимоотношения. Как нужно себя вести, как одеваться, какую музыку слушать, как приходить, как себя вести друг с другом. Друзья, я думаю, это чрезвычайно важный вопрос, потому что прежде всего, я говорю, это духовная война. У нас есть молодые люди, наша молодежь, наши дети, наши подростки. И я убежден, дорогие родители, что каждый из нас хочет, молится и желает, чтобы моя дочь и мой сын провели свою юность, свои подростки, подростковый период, свою юность правильно. Что мой сын или дочь правильно сформировали взаимоотношения с одним человеком, с которыми не вступят в семейную жизнь, получат благословение от Господа и родителей. И когда мы видим в церкви, когда приходит молодая пара, чтобы получить наставление от служителя, получить благословение от Господа, от родителей, от церкви, Друзья, мы все понимаем, что этому событию, прекрасному событию предшествовал определенный период времени, правда? Что-то происходило, это же не случилось за один день. Этому счастливому моменту дню предшествовали определенные события, которые состояли, может быть, было знакомство, были какие-то симпатии, были первые шаги, может быть, знакомства, и где-то это происходило, были молитвы, были беседы, советы с родителями для того, чтобы наконец-то могло это осуществиться. У всех нас, родителей, наших детей, молодежи, волнует и беспокоит этот вопрос, а как правильно, чтобы этот вот процесс, о котором мы говорим, предшествует дню бракосочетанию, он состоялся? Что мы должны делать, как родители? Каким образом можем помочь нашим детям? Что мы должны делать, как молодежь, родители, ребята, девушки для этого? Должны мы ли что-то делать? Или это дело случай, придет свое время? Или как-то как получится? Абсолютно нет. Друзья, позвольте, давайте вместе немножко порассуждаем. Ведь, согласитесь, Священное Писание не дает нам таких конкретных ответов на вопросы, которые мы ставим, как христианам дружить до брака, например, да? Или, скажем, и надо ли вообще дружить? Или как общаться? Как знакомиться? Где знакомиться? Что делать, когда кто-то понравился? Как реагировать? Что с этими чувствами нашими делать? Греховно или не греховно? Или как правильно их сформировать, чтобы они были действительно правильны, направлены на конкретного человека? Но Священное Писание, друзья мои, дает нам прекрасные примеры. Мы сегодня уже упоминали 24-ю книгу «Бытие». Это женитьба Авраама, удивительный, может быть, сын Авраама, удивительный подход. Там есть глубокие духовные принципы заложены. У нас есть тексты Священного Писания, которые помогают нам, и Библия помогает нам дать ясное, четкое понимание о том, что Бог желает, чтобы сформировались вот эти правильные взаимоотношения друг с другом. Когда мы живем в церкви, общаемся, проводим служения, ездим на миссионерские поездки, на конференции, друзья. Друзья, давайте об этом немножко порассуждаем. Первое, друзья, прежде всего необходимо заложить, я бы сказал, такой правильный духовный фундамент. И этот фундамент заключается в следующем. Обратите внимание на текст 1 Священного Писания, который сейчас будет предложен. Евангелие Теана, 3 глава, 7 стих. Евангелие Теана, 3 глава, 7 стих. Помните, это беседа Иисуса Христа с Никодимом. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Дорогие родители, дорогая молодежь, хочу повторить слова Господа. Не удивляйтесь тому, что Христос говорит нам сегодня. Для того, чтобы сформировать правильные взаимоотношения друг с другом, которые в конечном результате когда-то, они выльются в предложения, выльются в бракосочетания, в прекрасный семейный союз. Я хотел бы сегодня немножко, может, говорить с позиции ребят. Мне так легче понимать психологию ихнюю, поскольку я сам, мужчина, прошел этот путь. Немножко легче, может быть, говорить с позиции, как бы, ребят. Должно родиться первое свыше. Почему? Попробую объяснить немножко, друзья. Потому что, друзья, когда мы, например, делаем какие-то шаги в вопросе, скажем, налаживаем с кем-то отношения. Братья и сестры, как вы считаете, это вполне нормально, когда нам кто-то нравится в нашей жизни, молодым людям? Конечно, нормально, потому что Бог нас создал таким образом, наделил нас определенными отношениями, влечениями, чувствами, то, что мы называем любовью. Это нормально, когда молодой человек или девушка приходит в сердце чувства кому-то определенной, конкретно человека. Но обратите внимание, друзья, возрожденный свыше человек, спасенный человек, человек, который имеет Духа Святого, который имеет божественную природу, получил да от Господа природу самого Христа, свои взаимоотношения он будет формировать на названии уже своего характера. У него будет страх Божий иметь. Он будет понимать, что он берет на себя ответственность за вот этим взаимоотношениям. Например, какому-то брату понравилась какая-то девушка, сестра с нашей церкви, с другой церкви. Когда он возрожденный и спасенный человек, он понимает, что он берет, делая какие-то шаги, написал хороший текст, предложил на чашку кофе где-то попить вместе, либо еще что-нибудь где-то познакомился. Друзья, он понимает, что он берет на себя определенную ответственность за вот эти развития вот этих отношений, потому что мы знаем, что Бог создал парня и девушку, мужчину и женщину для чего? В конечном результате. Для брака, правда? То есть в какой смысле задают вопрос, можно дружить? Можно. Нужно дружить со всеми. С пастором, с дедушкой, с бабушкой, с родителями. Правда, со всеми нужно дружно быть, правда? Дружить нужно обязательно со всеми. Это очень важно. Но, друзья мои, когда мы говорим о более глубоких уже отношениях, здесь стоит вопрос. Ребята, вы берете на себя ответственность, потому что сердце девушки, оно может откликнуться, если управляете знаки определенной внимания, заботы в хорошем смысле. И вы берете на себя ответственность, а что будет вы должны поставить, а что будет дальше? Какие действия будут следующие мои? И сколько мы знаем печальных историй, ребята, когда молодые люди, христиане, делали определенные шаги в этом направлении. С той немного подружил, с другой немного подружил. Там познакомился у него сколько дружб, что он, бедный, уже не знает потом, куда себя девать. И когда стоит вот здесь, он не знает, куда глаза свои девать, потому что они его смотрят. Со многими дружил, друзья, понимаем, да? Поэтому, ребята, будьте очень внимательны. Необходимо позаботиться о своем фундаменте, должном родиться свыше. Если вы нерожденный свыше человек, и он устраивает, начинает, скажем, созидать какие-то отношения, друзья, есть большая опасность. Мы с собой представляем большую опасность, потому что нерожденный свыше человек, его мотивы, его действия будут формировать его греховная природа, друзья. Его действия и цели могут быть неверными. Он легко может стать добычей дьявола, не только он, но и та девушка, которую он проявляет на знак и внимание. Поэтому, дорогие родители, дорогие братья, я говорю больше, может быть, с позиции как бы для ребят, позаботьтесь о вашем спасении. Прежде чем решать вопрос взаимоотношений кому-то и будучи в семейной жизни, позаботьтесь, что ваша душа была спасена, что вы были духовно рожденный человек. И тогда, поверьте, вам будет намного лучше, вы станете на тот правильный путь, на который можете идти, двигаться, и Господь будет руководить вашей жизнью, вашими желаниями. Вы знаете, я время от времени, когда беседую иногда с молодыми сестрами, хоть в нашей церкви, хоть в другой, когда проходит служение душепопечения, я задаю вопрос серьезными девушками. Какие ваши критерии к будущим требованиям, к будущему избраннику? Каким вы хотите видеть вашего будущего мужа? Ребята, хотите, отвечу, какие? Чтобы он был богобоязненный человек, чтобы он любил Бога, любил Писание, был посвященный Господу, был посвящен труду, служению в церкви и был служителем. Хорошее требование, я называю это высокой планкой. Знаете, когда прыгают, например, вот скажем, и выше-выше ставят, можно поставить очень низкую. Я никогда не услышал, знаете, чтобы он был хорошо зарабатывал, у него было хорошее финансовое положение, чтобы он был красивый и одевался очень красиво. Ну, я никогда так не слышал. Хотя, может быть, и есть и такое мнение. Я бы хотел сказать, ребята, ставьте себе вот эту высокую планку. Мы сегодня говорим о очень важной теме. Обратите внимание, братья и сестры, Господь дает нам определенное время для подготовки, правда? Для того, чтобы человек сформировался, сформировался духовно, должен обрадиться свыше, у него был хороший фундамент, правильное отношение со Христом, он мог начать уже какое-то служение в церкви, зарекомендовал себя как серьезным, ответственным человеком, с которым можно иметь дело. И поверьте, если вы будете делать шаги в этом направлении, откликнется. Кто будет откликаться? Серьезные сестры. Кто-то сказал так, спросили, а где ты познакомился своей будущей избранницей? Да, говорит, в баре. Где познакомился? Такая и жизнь моя. Понимаете, да? То есть поставьте для себя вот эту высокую планку. Время, которое Господь дает вам, друзья, недостаточно только позаботиться об образовании, хорошей машине и вашем финансовом положении. Позаботьтесь, чтобы на вас смотрели, как на праведного человека, настоящего христианина, любящего Бога, на которого можно положиться. Итак, второе, очень важный принцип, братья, держите высокую планку, достойную. Третий мысль, или третий вопрос. С какого времени можно строить серьезные отношения между парнем и девушкой с перспективой? С какого времени? Я бы так ответ дал. С того времени, когда вы приняли серьезное решение создать в будущем хорошую христианскую семью. То есть у вас должен четкий быть ответ и четкая должна быть ясность. С какого времени? С того времени, когда вы приняли решение. То есть этот человек, это не просто мы посмотрим, мы понаблюдаем, что получится. Нет, друзья мои, нужно подходить и родителям, я говорю сейчас, и родителям, и для нашей молодежи, и всех, кто слушает нас сегодня. Мы должны четко понимать, что мы не должны просто, знаете, делать какие-то эксперименты. Мы должны молиться к этому, молиться Господу. Мы просить у Господа мудрости должны. Мы просить у Господа защиты для того, чтобы Господь ограждал наши чувства от неправильных каких-то действий, влияния на кого-то и на себя, и на свои отношения. Это очень важно. Согласитесь, что сегодня молодые люди очень развиты, чрезвычайно развиты и осведомлены в многих вопросах. Например, в 13, 14, 15 лет могут возникнуть взаимные чувства? Да, еще раньше, конечно, могут. Возникает вопрос, можно ли в этом возрасте думать о создании серьезной семьи в 15 лет? Ну, согласитесь, нужно пожалеть все-таки наших детей, правда? Все-таки Господь дает время, чтобы школу закончить и образование получить и взять на себя, быть готовым, ответственным вести семью, обеспечивать семью, правда, и материально, и духовно. Поэтому 15 лет могут, конечно, и в 16 лет. Ну, готовы ли мы построить семью? И сколько это займет времени? Я думаю, что есть прекрасное время, друзья, использовать для того, чтобы мы могли правильно его время использовать. Миссионерские поездки. Сколько я знаю сегодня молодых семейных пар поженились или создали семьи благодаря тому, что использовали миссионерские поездки. Общаются, видят друг друга, видят характер, видят отношения, видят труд, отношения, служения. Друзья, это помогло. Молодежные конференции, служения различные, которые, друзья, это все помогает, потому что Библия нам не запрещает, и это было бы неразумно, если бы просто, знаете, вслепую или каким-то образом, знаете, вот мы не живем в период все-таки Авраама. Это был уникальнейший случай, когда Господь сделал. Господь дает нам возможность сегодня общаться, знать друг друга, узнавать характер друг друга. Это важно. Пусть Господь нас благословит. С какого времени можно строить серьезные отношения? Тогда, когда вы приняли решение. Я иду этим путем. Я готов сегодня. Я достаточно подготовлен для того, чтобы взять на себя ответственность. что делать, когда кто-то понравился? Что делать, когда кто-то понравился? Я бы хотел, чтобы вы вспомнили одну историю сегодня. Книга Судей, 16 глава, 4 стих. Книга Судей, 16 глава, 4 стих. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Срек. Имя ей Долида. О ком идет речь, молодежь? Самсон. Понравилось? Полюбил? Но не того. Интересна вообще история Самсона. Всякий раз, когда мы смотрим на его жизнь, когда он находился всегда в границах израильского царства или того места, где он жил, не выходил за пределы, за границы, он всегда был в безопасности. Как только он, его взгляд, пересекал эту границу, он всегда попадал в какую-то беду. В таких случаях, обратите внимание, полюбил он женщину, жившую на долине Срек. Имя ей Долида. С какого народа она была? Филистинского. Принадлежала ли народу он Божьему? Нет. Очень важный принцип. Дорогие друзья, дорогая молодежь, дорогие девушки, Господь запрещает нам, Слово Божие запрещает нам любить из другого народа. Это библейские принципы оснований, что общего света со тьмою. Сколько горя, сколько бед, сколько слез, сколько разрушенных сегодня семей, христианских семей, когда нарушали вот этот божественный принцип. Как дьявол хитро увлекал иногда молодых людей, девушек, подавались на вот такое искушение, соблазн, да я приведу его Господу, да он покается, да вот он почти что верующий, да она может быть тоже покается. Друзья, не делайте никогда ошибок. Нужно всегда брать из народа Божьего, друзья. Что делать, когда кто-то понравился? Поговорите с вашими родителями. Дорогие друзья, молодежь, не стесняйтесь, не держите в себе, будьте открытыми с вашими родителями, поговорите с вашими родителями, поговорите с вашим пастором, помолитесь, просите у Господа мудрости и защиты. Дорогие родители, не торопитесь принимать поспешные решения. В прошлом году у меня была возможность посетить в Сиатле одну из церквей. Мы проводили семинар для молодых семей, в котором где-то как наша молодежь меньше. Мне просто после уже этого общения по семинару одна семья пришла и говорили, у нас большое переживание, просили помолиться, дать может какой-то совет, что наш сын полюбил девушку на скрестьянской семьи, и он имел как бы доброе, хорошее и отношения, и его состояние, но родители этой девушки очень категоричной форме, такой жесткой форме отказали, не захотели, и у него сейчас большое переживание, уныние, он не хочет ходить в собрание, он чувствует себя отверженным. Дорогие родители, не торопитесь принимать поспешное решение, да или нет. Если это с нашей церкви, например, да, и вы знаете, я бы предложил вам, знаете, может быть, встретиться для этого, иметь добрую беседу, молитву, сказать, друзья, вот такая ситуация, наши дети, мы видим, имеют определенные взаимоотношения, нравятся друг другу, что делать, когда кто-то понравился, встретиться, помолиться, предать это Господу, просить мудрости, совета, чтобы Господь как-то показал, понимаете, да, не надо торопиться в этих вопросах, очень важно. Книга Бытие, когда мы смотрим, обратите внимание, мы сегодня упоминали за эту семью, за переживания Исаака и Ревеки о своем сыне Исаава, обратите внимание, в 28 главе, 1 и 2 глава, когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, 28 глава, прошу прощения, 28 глава, 1 стиха, 28 глава, и призвал Исаак Иакова и благословил его и заповедал ему и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». Горький опыт, он научит, правда? Видя на страдания вот и сына своего, и жены, он принимает вот такое решение, обратите внимание, говорит, «Не бери, заповедал, не бери себе жены из дочерей ханаанских». Дорогие друзья, дорогая молодежь, дорогие братья, Господь определил и создал мужчину, молодых людей, дал им право и ответственность делать первые шаги, делать это, может быть, в этом направлении, проявлять какие-то знаки внимания, сделать, может быть, предложение первые, да, для знакомства, друзья, обратите внимание, слова патриарха, «Не берите себе жены из дочерей ханаанских». Молитесь о том, чтобы Господь благословил среди народа Божьего. Это очень и очень важно. Еще один очень важный принцип. Христиане стремятся хранить себя чистыми. Друзья, когда есть взаимоотношения, когда вы уже на пути, если Господь вам уже открыл свою волю, да, и вы находитесь в этом периоде, когда ваши отношения вы объяснились, благословились родители, как мы говорим, есть уже как бы сватовство и помолвка, и люди ожидают готовиться к бракосочетанию, чрезвычайно важно, друзья мои, сохранить себя чистыми. Послание Тимофея, 2 глава, 22 стих, 2 послание, апостол Павел повелевает, предупреждает и дает такой добрый совет. Юношеский, похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа чистого сердца. Друзья, время это используйте правильно. Для тех, кто уже и в нашей церкви есть помолвлены, для тех, которые готовятся к бракосочетанию, очень важно проводить время вместе. Старайтесь быть чаще дома у родителей, в одних, других, быть в среде, среди друзей, кто вас окружает. Избегайте уединения. Иногда, как говорят, знаете, невинный где-то поцелуй может провести к страшным последствиям и падениям. Храните себя чистым. Как прекрасно, когда молодые люди приходят сюда и получают благословение. Пастор совершает молитву благословения и потом предлагает поздравить друг друга как мужа и жену. Как прекрасно это поцелуй, первый поцелуй мужа и жены. Очень важно. Сегодня мы говорим направлено как-то для братьев. Хочу несколько слов сказать и для сестер, для девушки. Вы знаете, что в Едемском саду случилась трагедия. Помните, когда Адам и Ева Господь сотворил их, написано, и были они наги и не стыдились. Помним, да, это текстовое написание? Но произошло потом после грехопадения что? Они обнаружили свою наготу. Они вынуждены были прикрыться. И Господь затем их прикрыл, друзья. Господь в милости своей позаботился о том, чтобы на нас была одежда. Я не случайно сказал, что сегодня мир тратит колоссальные средства для того, чтобы сформировать отношения, сформировать друг к другу вот эту привязанность, вот эту такую сексуальность, то, которое было открыто, доступно. Дорогие сестры, Священное Писание очень четко и ясно говорит, первое послание от Тимофея, вторая глава, девятый стих, это касается для всех, там заложены очень важные принципы, когда говорит, какая должна быть одежда. Три важнейших принципа. «Приличное одеяние, стыдливость, целомудрие». «Приличное одеяние, стыдливость, целомудрие». Время одежды во все времена исторические они менялись. Покрой, одежда, фасоны, длина, все это менялось, цвета всегда приходила, процесс идет. Но библейские принципы, приличное одеяние, Писание нам не говорит, что мы одевались бедно ли, нищие, или чтобы ходили в лохмотьях. Прилично, красиво, со вкусом. Девушки должны одеваться, верующие, самокрасиво. Просите у Господа мудрости, Господи, пошли мне необходимую красивую одежду, чтобы действительно потому, что Бог создал нас прекрасными. Друзья, очень важно, чтобы наша одежда, внешний вид не вызывал похотливых взглядов. Можете себе представить, друзья, то, что мы говорим некоторые братья, в даунтаун невозможно вечером пройти или посмотреть, некуда глаза иногда смотреть, глядеть, да? Какая-то опасность. Представьте себе, дорогие христианки, девушки, если моя одежда, мой внешний вид не только в церкви, на работе, либо я занимаюсь в спортзал, где-то еду, или нахожусь где-то в городе. Я вспоминаю один случай, который произошел с одним молодым человеком в одной книге христианской. Он написывает, когда подросток, парень, придя в церковь, приходил, знаете, как мы знаем, кто где садится, например, у нас свои как бы, ну, места есть, скажем. И говорит, когда я приходил на это место, передо мной садилась одна замужняя женщина молодая. Ее внешний вид был настолько откровенный, настолько некрасивый и неприличный, что я, будучи молодым человеком, настолько впадал в искушение через свои глаза. Я возненавидел эту женщину. Я вырос, в моем сердце сохранилось вот это какое-то неприятие, ненависть к этой женщине, к этой сестре. Друзья мои, пусть Господь благословит для того, чтобы, когда мы имеем встречи, общение, друзья, наш внешний вид ни в кого не вызывал похоти, похотливых взглядов. Пусть Господь благословит и даст в этом мудрости. И последнее. Когда можно делать предложение? Когда я рожден свыше, прежде всего, когда мои требования и вот эта планка на высоком уровне, я заполняю время, которое дает Господь Бог, 16-17 лет, время школы, когда high school, когда college, я заполняю его правильно. И когда Господь в милости своей дает мне ясность и ответ и посылает мне ответ на молитву, будущую мою спутника или спутницу жизни, в данном случае я говорю с позиции молодых людей, братьев, я готов взять на себя ответственность, в том числе и финансовую, содержать семью, вести семью. Мы имеем отношения правильные с родителями, благословения. Делайте предложение. Делайте это красиво, делайте это со вкусом. Пусть Бог благословит, даст вам мудрости, чтобы это было действительно такой праздник, события, молитесь об этом. И период от предложения доброкосочетания, имейте в виду, чтобы это не было годами, потому что девушки, имея кольцо на руке, они уже ожидают и примеряют свадебное платье. Поэтому пусть Господь нас благословит и в этом, для того, чтобы была мудрость. Дорогая церковь, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились о нашей молодежи, помолились о том, чтобы в нашей церкви мы слышали голос жениха и невесты, помолились о каждом братье и сестре, который у нас есть, чтобы Господь послал в свое время половинку, пару, послал мужа и жену. Это очень важно, друзья, на руках молитвы поддерживать, чтобы в нашей церкви созидались здоровые, крепкие пары, благословенные Господом, родителями и церковью. Пусть Господь в этом поможет и благословит нас. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо.